Продолжение следует... В студии работает Антон Васильев. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах Республики за последнюю неделю. Грубые нарушения ПДД. Поговорим об ответственности и штрафах. Промежуточные результаты федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Поговорим об инновациях в работе инспекторов. Повторение «Мать учения». Правила дорожного движения в нашей студии проверит автоледи Галина Кутугутова. На автомобильных дорогах Республики с 1 по 10 августа 2021 года зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, где погибли четверо человек, травмировано 29, в том числе 12 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В Нерингри произошло прогидывание у АС-санитарки. Водитель пояснил, что выпил после ДТП. 7 августа около 7 часов 40 минут недалеко от станции «Золотинка» в Нерингринском районе водитель, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка-девушка 1994 года рождения. У нее медики диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника, рваную рану лица. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. При оформлении дорожно-транспортного происшествия у 30-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. При этом результат проведенного свидетельствования на состоянии алкогольного опьянения составил 0,97 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. Со слов мужчины, он употребил спиртные напитки после ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает. Невыполнение требования пункта 2.7 правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения полномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия полномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования согласно части 3 статьи 12.27 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации влечет в нарушение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Таким образом, на ближайшие 1,5-2 года молодой человек будет пешеходом, ну или в лучшем случае ему сможет управлять лишь велосипедом. Также ему придется воплотить штраф в размере 30 тысяч рублей, потратиться на ремонт после аварии, транспортного средства и лечения пострадавшей пассажирки. 9 августа 20.00 на улице Комарова города Алдан водитель автомобиля Honda Stream при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении квадроциклу, двигавшемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение. За рулем квадроцикла находилась 15-летняя девушка, которая в результате ДТП получила открытые множественные переломы голени. Выяснилось, что школьница, воспользовавшись свободным доступом к транспортному средству, поехала в магазин за продуктами. Со слов отца он ранее обучал ездить в лесу. Права управления этим видом транспорта пострадавшая, безусловно, не имеет. Теперь девочке предстоит сложная операция ноги. Освидетельствование показало, что автомобилист был трез, в результате аварии он не пострадал. Информация о дорожно-транспортном происшествии для принятия мер передана в инспекцию по делам несовершеннолетних. Оставление места аварии, управление машиной в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Проезд под запрещающий сигнал светофора и серьезное превышение скорости. Вот обычный список самых явных и грубых нарушений правил дорожного движения. Какую ответственность суждено понести нарушителям, мы узнаем в следующем сюжете. И если в течение года автомобилист попадался на трех нарушениях из этого списка, то помимо штрафов на него может быть наложено дополнительное наказание. Водителю грозит в данном случае, когда он проходит освидетельствование на месте, допустим, у него показывают состояние опьянения, и результат анализа доказывает, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством от полутора до двух лет. Водители, получившие штраф за вождение в нетрезвом виде уже во второй и более раз в течение одного года, несут ответственность, которая оговаривается уже не административным, а уголовным кодексом, а именно статьей 264.1. И в ней указано, что пьяного автомобилиста лишают водительского удостоверения на срок до трех лет. Вместе с этим может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей. Также за повторное пьяное вождение предусмотрены исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы также сроком до трех лет. Кроме всего прочего, таких нарушителей будут лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Еще одно грубое правонарушение – это выезд на полосу для встречного движения. В этом случае могут оштрафовать на 5 тысяч рублей и лишить прав на полгода. И данная статья опять же имеет повторность. То есть по чести пятой, статье 12.15, в данном случае уже камера автоматически фиксирует и автоматически уже направляет штраф. Ну а если уже инспектор выявляет данное нарушение повторно, то опять же составляется на водителя административный материал по части пятой, статье 12.15, то там уже лишение прав будет до одного года. Если водитель не заметил запрещающий сигнал или специально нарушил запрет, ему грозит наказание от штрафа тысяча рублей до аннулирования прав на 12 месяцев. Строгость наказания зависит от обстоятельств нарушения. Сейчас наступило то время, когда автоматизация вошла во все процессы нашей жизнедеятельности и ГИБДД не остается в стороне, используя те новшества, которые вносит научно-технический прогресс. В частности, разбираться, что за новые технологии применяются в работе ГИБДД, мы будем с нашим сегодняшним экспертом, старшим инспектором отдела ДПС Управления ГИБДД по Республике Сахайя-Якутия, капитаном полиции Владимиром Гаврилевичем Бурцевым. Здравствуйте, Владимир Гаврилевич. Хотелось бы начать непосредственно с новшества. Это автоматизированного мобильного рабочего места, мобильный инспектор. В ГИБДД Республики у нас внедрены и предоставлены по патрулям экипажам ДПС новые автоматизированные мобильные рабочие места. Это получается плачентный компьютер, который имеет подключение к сети интернет по внутренней связи МВД и имеется доступ ко всем информационным учетам МВД и ГИБДД. Таким образом, экипажи ДПС, когда на улице где-нибудь в районах на дорогах регионального федерального значения останавливают для проверки транспортное средство, при помощи данного планшетного компьютера можно получить всю информацию о водителе, о транспортном средстве, какие нарушения есть, возможно. Также в данной системе аккумулируется вся информация по полисам ОСАГО. Имеется ли действующий полис у водителя или нет, ну и в таком роде. Хотелось бы узнать, насколько сейчас ГИБДД у нас укомплектована подобной техникой и особенности его обслуживания, скажем так. Да, ввиду того, что принимаем во внимание качество связи в республике, в некоторых населенных пунктах, можно сказать, в большинстве населенных пунктов, конечно, имеются проблемы с покрытием сети. Оператором у нас по контракту, обслуживающим данное устройство является Мегафон. Вот в районах, где у данного оператора мобильной сети покрытие, так сказать, не очень бывает, местами ловит, то, конечно, тут возникают вопросы, есть над чем работать. Владимир Гаврилович, Вы сказали, что согласно федеральному закону о полиции, у нас, в частности ГИБДД, широко применяются те достижения, которые нам дает научно-технический прогресс. Хотелось бы узнать, какие сейчас применяются органами, в частности ГИБДД, технические приборы, гаджеты? Ну, гаджетами вряд ли их можно назвать, наверное. Это приборы, да, имеются для обеспечения, в общем, безопасности дорожного движения, применяются у нас по направлениям технического надзора, дорожного надзора. Вот, например, там приборы, измеритель суммарного люфта рулевого управления применяется при проведении технических осмотров транспортных средств. Дымомеры. Это вот прибор, который измеряет дымность отработавших газов, которые также по соответствующим техническим регламентам и ГОСТам должны соответствовать. Также у нас, ну как все многие, это с этими приборами, наверное, сталкивались не очень многие автолюбители, а скорее грузоперевозчики или там лица, занимающиеся пассажирскими перевозками. Более знакомые нам, ну, обычным обывателям, это у нас, конечно же, приборы-алкотестеры новые, которые на месте проводят освидетельствование водителя на состоянии опьянения, определяют количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также у нас это различные приборы измерения пропускаемости автомобильных стекол, приборы свет, тоник. Вот новые приборы у нас, они предназначены для работы при температуре атмосферного воздуха от минус 40 градусов, что у нас люди, население иногда вводится в заблуждение, что когда зимой, либо вот в холодную погоду с, так сказать, затонированными стеклами, когда ездят, начинаются измерения и люди бывают не согласны. Вот научно-технический прогресс довел до того, что у нас приборы уже более приспособлены к нашим климатическим условиям. По линии вот дорожного надзора у нас есть приборы, так называемый люксметр. Это прибор, который измеряет освещенность дорожного покрытия, ну, в общем, обстановки. А, ну, также и отделением технического надзора используются различные аппараты для измерения коэффициента сцепления шин с дорогой. Вот, Владимир Гавриевич, Вы нам сейчас перечислили достаточно большой объем, список техник, которые применяются в Вашей работе. Хотелось бы узнать такой момент. Все-таки новой, современной техникой бывает не так просто пользоваться. Наверняка Ваши сотрудники проходят какую-то переквалификацию, обучение. И, соответственно, есть ли требования, выставляемые к сотрудникам, которые работают, скажем так, в поле, на дорогах, уметь пользоваться такой техникой? При поступлении новых вот этих приборов у нас со стороны руководства управления ГИБДД, в котором у нас есть множество различных отделений по направлениям деятельности, там есть соответствующие специалисты, наиболее подготовленные сотрудники, которые именно работают с указанными приборами. Мы, получается, в режиме видеоконференц-связи по всей республике подключаем, ну и наглядно уже проводим занятия, обучение среди личного состава ДПС, как пользоваться, какие там регламенты, нормативность и так далее. Хотелось бы узнать также о действующей ныне программе дорожный пристав. Ну, тут скорее, корректнее будет сказать, что данные автоматизированные устройства у нас находятся в ведении Федеральной службы судебных приставов. Это аппаратные комплексы, которые устанавливаются на проезжей части. И данный комплекс, получается, фиксирует госномер транспортного средства, пробивает, так сказать, его по всем автоматизированным учетам, базам данных, и вычисляет, получается, является ли человек должником, имеется ли в отношении него исполнительное производство. Ну и информация сразу передается взаимодействующим нашим автопатрулям, когда мы обычно проводим совместные рейды. Ну и соответствующие решения в отношении должников применяются либо на месте сразу. Квитанции обручаются приставами с наименованием реквизитов и так далее, напоминания, что у вас имеется долг, просьба оплатить и так далее. Такие системы у нас в республике действуют. Вот интересно узнать, учитывая то, что данной программой занимаетесь вы совместно со службой приставов, насколько она показала уже сейчас себя эффективной? Да, но данный порядок взаимодействия органов внутренних дел и Федеральной службы судебных приставов у нас регламентирован приказом совместного Министерства юстиции и Министерства внутренних дел от 29 августа 2018 года. То есть уже с того момента у нас идет достаточно такое тесное взаимодействие. Ну и да, конечно, совместные рейды дают свои, так сказать, результаты в части исполнительных производств. Ну и совместно влияют на выявление административных правонарушений по линии безопасности дорожного движения. Также огромную помощь в современном мире для сотрудников ГИБДД играет наш аппаратно-программный комплекс, так называемый поток. Это система камер видеонаблюдения, установленных по всей республике, которые в режиме реального времени фиксируют дорожную обстановку. И в потоке транспортных средств выявляют транспортные средства по госномеру. То есть, например, в дежурную часть там поступило, поступает сообщение об угоне транспортного средства. Оперативный дежурный тут же вбивает номер транспортного средства в поисковик. И можно сразу вычислить, в какую сторону, когда данное транспортное средство направлялось. И таким образом это влияет на оперативное раскрытие преступлений, административных правонарушений. Ну и для фиксации дорожных транспортных происшествий. Ну что ж, спасибо, Владимир Гаврилович, за то, что нашли время, уделили, скажем так, возможность стать гостем нашей передачи. Спасибо вам. Сегодня в дорожной отрасли страны происходят позитивные перемены, свидетелями которых являемся мы с вами. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, поставленных перед дорожниками в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог в этом году вошло 15 объектов общей протяженностью 26 122 километра. Плановый объем бюджетных средств на развитие уличной дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта на 2021 год составляет 1 миллиард рублей. За два года, за 19-20 год у нас было по республиканским дорогам 330 километров. Мы обеспечили нормативное состояние и порядка 48 километров – это по городу Якутску уличной дорожной сети. Это за 19-20 год. В этом году у нас тоже такие серьезные планы стоят. По республиканским дорогам мы должны обеспечить ввод в эксплуатацию 217 километров республиканских дорог и по городу Якутску 49 километров уличной дорожной сети. На дорогах регионального значения было установлено 68 камер фото- и видеофиксации, более 24 тысяч погонных метров барьерных ограждений, 4,5 тысячи дорожных знаков, 5 тысяч сигнальных столбиков. Кроме этого, при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» особое внимание уделяется уличному освещению. А все это вместе – огромная роль в профилактике ДТП. Когда мы в 2019 году начали выполнять этот нацпроект, мы вот эти все мероприятия и фото-видео фиксации, вот эти барьерные ограждения, освещение в населенных пунктах, мы на 30% за первый год снизили смертность на дорогах. Но где-то у нас получилось за 2019 год 84 человека, ну 84 человека погибших. Тогда как раньше, до прошлого года у нас где-то 120, 125, 130 человек ежегодно на дорогах погибало. Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные люди проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. А сегодняшним участником нашей рубрики станет автоледи Галина Кутугутова. Первый вопрос. О чем предупреждает вас вертикальная разметка, нанесенная на ограждение дороги? Первый вариант. О движении по опасному участку дороги. Второй вариант. О приближении к железнодорожному переезду. И третий вариант. О приближении к опасному перекрестку. Ну, я, наверное, выберу вариант один. Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед перекрестком, только применив экстренное торможение? Первый вариант. Разрешается. Второй вариант. Разрешается, если водитель намерен проехать перекресток только в прямом направлении? И третий вариант. Запрещается. Разрешается. Первый вариант. Первый вариант. Хорошо. Мы идем дальше. Поднятая вверх рука водителя мотоцикла является сигналом, информирующим вас о его намерении. Первый вариант. Повернуть направо. Второй вариант. Продолжить движение прямо. И третий вариант. Снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу легковому автомобилю. Третий вариант. Снизить скорость, чтобы остановиться. Хорошо. Следующий вопрос. В каких направлениях вам можно продолжить движение по левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более трех с половиной тонн? Первый вариант. Прямо, налево и в обратном направлении. Второй вариант. Прямо и направо. Третий вариант. Только прямо. Прямо и направо. Второй вариант. Итак, вопрос. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши действия. Первый вариант. Не меняя полосы, снизить скорость, затем перестроиться на полосу торможения. Второй вариант. Не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения, затем снизить скорость. Третий вариант. Возможны оба варианта действий. Второй вариант. Не меняя скорости, перестроиться. Второй вариант. Хорошо, едем дальше. Разрешено ли вам произвести остановку в указанном месте? Первый вариант. Запрещено. Второй вариант. Разрешено только для посадки или высадки пассажиров. И третий вариант. Разрешено. Разрешено, потому что там вроде разметка заканчивается же. Хорошо, ответ принят. Следующий вопрос. Действие каких знаков из указанных распространяется только до ближайшего по ходу движения перекрестка? Первый вариант. Б и Г. Второй вариант. А и В. Третий вариант. В и Г. Первый вариант. Первый вариант. Хорошо. Следующий вопрос. Что обозначают прерывистые линии разметки на перекрестке? Первый вариант. Полосы движения в пределах перекрестка. Второй вариант. Обязательное направление движения на перекрестке. Первый вариант. Вам разрешается движение. Первый вариант. Прямо и направо. Второй вариант. Только прямо. Третий вариант. В любом направлении. Ну, я здесь даже не знаю, что ответить. Светофор, стрелочка и... Инспектор стоит. Давайте выберем только прямо. Хорошо. Ваш вариант. Два только прямо. И последний вопрос. Когда следует выключить указатели левого поворота, выполняя обгон? Первый вариант. По усмотрению водителя. Второй вариант. Сразу же после перестроения на полосу, предназначенной для встречного движения. И третий вариант. После опережения обгоняемого транспортного средства. Второй вариант. Второй вариант. Спасибо, Галина. Ну, а сейчас мы обсудим ваши ответы вместе с нашим экспертом Егором Никифоровым, преподавателем учебного центра «Фаворит». Здравствуйте. Сейчас будем разбирать ответы Галины. На первом вопросе, о чем предупреждает вас вертикальная разметка, нанесенная на ограждении дороги, Галина ответила правильно. Разметка будет нам говорить, что мы будем двигаться уже по опасному участку дороги. Бывает такая разметка именно на опасных участках дорог. На втором вопросе Галина тоже ответила правильно. Если водитель не успевает остановиться на желтый сигнал светофора, может остановиться только применяя экстренное торможение. В этом случае можно проехать перекресток до конца. Экстренно в этом случае не должно тормозить. На третьем вопросе Галина тоже правильно ответила. Поднятая вверх рука означает, что водитель намеревается остановиться. Четвертый вопрос Галина ответила неправильно. Вот знак у нас есть под основным знаком, дополнительный знак. Этот знак говорит, что знак будет действовать только на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тонн. У нас по условию вопроса грузовик меньше 3,5 тонн. И поэтому этот знак на нас не распространяется. С левой полосы можно двигаться в этом случае прямо налево и в обратном направлении. На этом вопросе Галина ответила правильно. С правой стороны у нас есть полоса для торможения. И водитель должен, не меняя полосы, перестроиться на полосу торможения. Затем там снижать скорость и оттуда поворачивать направо. Правильный ответ. На этом вопросе Галина тоже правильно ответила. Знак в этом случае остановка запрещена. Действует только на желтую сплошную линию. И вот за желтой остановка разрешается. На этом вопросе Галина тоже правильно ответила. Б и Г знаки будут действовать до первого перекрестка ближайшего. А, В знаки будут действовать до конца отмены зоны действия этих знаков. Не до перекрестка. На этом вопросе Галина тоже правильно ответила. Разметка в этом случае показывает полосы движения в пределах перекрестка. Здесь первое неправильно. Вот на этом вопросе Галина неправильно ответила. ответила прямо нужно было ответить прямо и направо регулировщик в этом случае разрешает во всех направлениях нам двигаться но с правой полосы налево поворачивать нельзя поэтому можно двигаться с правой полосы только прямо и направо на светофор не смотрим так на этом вопросе галина правильно ответила правильно поворотники в этом случае мы должны выключить сразу же после представления на встречную полосу в целом неплохо галина из 10 вопросов правильно ответила на 8 вопросов учитывая уже большой стаж хорошо помнит пдд не забывает если потренироваться вообще ошибок не будет очень хороший результат вот и наша передача подошла к концу дорогие зрители будьте бдительны соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя до скорых встреч а